Всем привет, ребятки! Это, во-первых, полноценный выпуск! Ничего себе! Вот это да, и где мы с вами находимся, это не Калининград, это Москва! Будет выпуск про понты, потому что Москва — это деньги, это успех! Давайте, наверное, я начну понтоваться. Начнём с чего? С чего начнём? Во-первых, я в Москве. Ну, вообще, все тут в Москве. Ну, ладно. Я купил себе недавно Киу К5. Правда, в Москве на ней ездят таксисты. Вот. И на меня подписан Баста. Но это никак вообще не изменило мою жизнь. В общем, видите, я не умею понтоваться, а москвичи точно это умеют делать. Погнали! Здравствуйте! Ты задаёшь умные вопросы на YouTube? Ты задаёшь те умные вопросы, да? Ты меня узнал? Ну да. О, меня узнало семь человек в Москве! Я максимально понтую сегодня. Как думаешь, про что мы снимаем? Ну, очевидно, что тяжелее. Килограмм металла или пуха. Чем ты занимаешься? Спортом. Ну, так, это поверхностно. Каким спортом ты занимаешься? Играть имею. Футбол. Футбол. Смотри, мы сегодня говорим про понты. Я могу подряд 500 раз на чеканить. 500 раз? Ну да. Ты не знаком с Давидовичем? Присадило 1200 без остановки у меня рекорд. Нет, реально, если ты на мяч, я могу подряд на чеканить. Давай тогда, знаешь, как сделаем? У нас же есть монтаж. Мы тебе подрисуем мяч. Чеканишь 500 раз. Жестко, жестко. Поехали, давай. О, ничего, все он умеет. Понтуется, понтуется. Это Москва, детка. Да, жестко. Привет, как тебя зовут? Аня. Аня, я Руслан. Мы снимаем на ютубчик. У меня очень много подписчиков. Почти 2 миллиона. Вау. Знаешь, почему я это говорю? Почему? Потому что мы снимаем про понты. Я прошу сегодня всех понтоваться. Я из Калининграда, мы в Москве. Давай, понтуйся сразу. О, господи. Я съехала от родителей. О, месяц назад. Это понты. Да, да, да. Я считаю это круто. Я теперь реально смотрю на цены в Дикси и по акции выбираю продукты. Теперь ходишь в магазин с своим пакетом? Да. Я теперь голая, на кухне ем наггетсы в 2 часа ночи. Нормально. Мы сейчас ставим фотографию. Я сказала, на кухне или на улице? На кухне. На кухне. Хорошо. Я еще переехала в дом, короче, где жил мой бывший. И я теперь вижу из окна, как он приходит на обед к маме с работы. Он с мамой, да, живет? Да, да. Пальцы он так закрой. Ой, 14-й айфон у тебя новый, последний. Смотри, 10 камер там. Блин, это выжас, айфон у меня 11-й несчастный. Нет, а все шмотки, которые у меня есть, типа прилично, мне дарили только подружки. А бывший тебе ничего не дарил? Ой, ну поэтому он и бывший, ну конечно нет. А, я уволилась из Единой России. Это понты или нет? Зачем ты это? Я не планировал, чтобы это был последний выпуск. Представляете? Не буду спрашивать, как твоя жизнь изменилась после этого, к лучшему или к лучшему. Слушайте, вообще я увидела мир за пределами офиса. А, так ты про этого бывшего говорила? Я увидела жизнь, но нет. У тебя бывший тот, что ли? Нет. Который этот? Нет, 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 нет. К маме ходит есть, прикинь. Я хочу немножко помощь тебя попросить. На меня подписан Баста в Инстаграме. Но это вообще никак не поменяло мою жизнь. Я ему написал три раза, он прочитал, не ответил. Попроси, пожалуйста, в камеру сейчас Васю, чтобы он мне ответил. Василий, я огромная фанатка вашего творчества. Пожалуйста, ответьте Руслану. А скажи, что ты из Единой России, чтобы у меня не было варианта. Я уже не из Единой России. Блин. Я Руслан, как вас зовут? Ариана. Ариана, вы сейчас с кем-то на связи там? Да, немножечко. Это сразу, видишь, понты, потому что у меня таких наушников нет. Это рубрика «Сколько стоит твой шмот?» Да, 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 да. О, нет. Короче, максимально простая тема выпуска. Мы понтуемся. Я вижу, ты классно выглядишь. Спасибо. По-любому, у тебя есть чем понтоваться. Ну, вот из недавнего, это чем я могу понтануться, наверное. Я сделала себе ноготочки по бартеру, реснички по бартеру. И сходила вчера, покушала еще по бартеру. Я чувствую сейчас этот конкурентный вайб чувствую. Ты блогер? Да. Сколько подписчиков? Можешь добавлять нолики, никто не с вами не проверит. А, хорошо. У меня в Тик-Токе миллион, в Ютубе 200 тысяч. Ну и в Инстаграме, благодаря вашей помощи, может быть, тоже станет скоро побольше, да. Самое понтовое знакомство, которое у тебя было? Кого ты знаешь прям лично? Гусейн Гасанов. Гусейн Гасанов, да, Гусейн Гасанов, да. Два телефона книги в этих контакте. Самый крутой контакт в телефонной книге. Это... Ох, не знаю, мне нету. Вот есть Давид Осетия. Вот. Давай скажешь, что это мэр. Губернатор Осетии. Губернатор Осетии. Давид, привет. Про твой блог поговорим. Что ты снимаешь вообще там? Я снимаю юмор, а это в Инстаграме... Да хорош, давай, юмор. Хорошо, ладно. В Инстаграме я типа такая чика, а в ТикТоке я снимаю контент с бомжами. Так. Кстати, может с тобой сегодня что-нибудь снять тоже. Нормально, вот юмор пошел. Давай я тебя немножко буду использовать в своих целях. Ну давай. На меня подписан Баста в Инстаграме. О! Но вообще никак не меняет мою жизнь. Поэтому я прошу всех, с кем сегодня общаюсь, чтобы вы попросили в камеру Васю ответить мне. Вася, Василий, Васек, просим тебя от всего сердца, от всей души. Как там у него песни пелось? И когда нас не станет, мы будем петь голосами. Да, мы будем петь голосами твоих детей и своих детей. Во имя отца и сына. Просто ответь ему в Инстаграм. Я уверена, что его жизнь координатно на 360 градусов поменяется. Или мы будем писать Гусейну Гасанову. Да! Не допустите этого! Я Руслан. Я Кирилл. Мы сегодня снимаем про понты. Вы вообще часто понтуетесь? Ну, в последнее время нет. Ну, давайте попытаемся сейчас. Это небольшая терапия будет. Вам может быть некомфортно. Выходи себе я попонтовался? Будем понтоваться. Я сбил айфон. Смотрел секс в большом городе и уронил в джакузи. Чтобы были понты, на утро купили новый. Нет, пошел поменял за 40 тысяч стекло. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Я из Калининграда. Для Калининграда это вы уже мэр. Вам может быть и круче, мэр. Так, что-то еще? Что-то классный секс у вас был недавно, блин. Да, но я вам не буду говорить с кем. Видео не будем показывать? Могу. Но вам не понравится. Касаемо деятельности, профессиональной, работе. Работа, что? Что занимаетесь вообще? Работаю на канале Fashion TV. Да, креативный директор канала. Это вам не YouTube. Так, тогда оцениваем меня. Красного много, синего бы добавить. Какое-то самое крутое знакомство, которое вот самое... С кем вы можете понтануться, что я лично знаю этого человека? Араза Агаларова, Араза Искандерича Агаларова лично знаю. Так. Знаете, кто такой, да? Блин, знаете. Крупусити. Конечно. Да, да, да. Отец Эмина Агаларова. Я тоже буду понтоваться. На меня подписан в инстаграме Баста. Класс. Но это никак не изменило мою жизнь. Он ни разу мне не ответил. Я прошу всех, с кем общаюсь, обратиться к Васе и с просьбой ответить Руслану. Баста. Не будь мудаком, ответь Руслану, пожалуйста. Блин, после такого он ответит? Ответит, конечно. Или он меня заблокирует вообще? Он не ответит, отвечаю. Да, да, да. Он найдет мой инстаграм и ответит, блядь, по полной программе. Так, что нужно сделать, чтобы попасть в Fashion TV? Работать, как Карла. Через постель это все стереотипы же? Через постель все есть. Тематика есть через постель. Но как бы это все недолгосрочно. Контакты дадите потом. А тебе какие? Тебе мужские, женские или тебе соу-соу? Я тебе могу подписать на всех, блядь. Гомосексуалов в Москве. Как определить? Вот, давай так. Инструкция. Как определить, гей или нет? По глазам. Да, да. Там похоть, знаешь, такая другая немножко. Ты идешь, да, с девушкой? Да. И все равно посмотришь на другую красивую девушку, да? А у гомосексуалов это развито в тысячи раз. То есть мы всегда хотим новых. Вы тоже хотите новых? Ты сказал, мы хотим. Мы, это я про себя. Может быть, я себя на вы называю. Да. Ты? Да, гомосексуал. О, классно вообще. Да, даже не скрываю. Открытый абсолютно. Что делаешь вечером, брат? Витя сказал, брат, я еще люблю инцесты. Ну, нет. Какую-то самую дикую реакцию, которую ты ловил по отношению к себе? Дикую реакцию? Кто-то иначе знакомых узнал. А сестры вообще дичь, да. Она меня вообще просто прокляла, как могла. И все, вы не общаетесь? Общаемся. Она через два часа позвонила, извинилась. Я сказал, хуй, я домой не приду. Она нас посмотрит, кстати. Однозначно. Привет, сестра. А, мама меня называет зеленым до сих пор. Для всех голубой, для мамы есть зеленый, понимаешь? То есть вот такая история есть, да. Когда тебя не хотят признавать. Ну, нас, наверное, смотрят не только, как и я, люди смотрят, как и ты. Как найти себе классного парня? Пройтись по патриаршим прудам. Так. Зайти в... В кого-нибудь. В кого-нибудь войти можно, а не зайти, да. Пару раз. Как тебе вообще настроение? Как дела? Пошел, съел какую-то в ризотто, мазотто, вот эти все штучки интересные, вкусные. Наконец-то кто-то начал говорить по-московски. Пойду фрилансить, сяду где-нибудь сейчас, что-нибудь. Ты сейчас в ресурсе, брат? В потоке-то? Естественно. Флет-вайт, как там? Флет-вайт, тирамису. А в откуда приехали? Пинаколадо. В откуда приехали? В Калининграде это разъем. Калининград? Это замказом где-то? Калининград, это под Парижем. Это вообще откуда, кстати? Из Владивостока. Пантонись в конце чем-нибудь. Сегодня завтракал, и Тимати был за соседним столом. Тимати был? Да, вот здесь так просто понял. Не, не каждый темный парень Тимати был. На расстоянии вычутой руки все, дядя. И крайнее, я хочу тебя использовать. На меня подписан Баста. Я прошу всех, кто у меня будет в кадре, попросить обратиться к Васе, чтобы он ответил мне что-нибудь в инсте. Вась, забей хуй, вообще ты его видел? Ну, кстати, на это он отреагирует. Надо так и просить. Добрый день, я прошу прощения, можно на секундочку? А, да, немножко снимаем просто. Я Руслан, мы из Калининграда, снимаем про понты в Москве. Вы вообще сами из Москвы? Как видишь, а что я тут делаю? Я не знаю, ну просто вы вообще как считаете? Нужно надо понтоваться, там, хвастаться. На что понтоваться, если у тебя все есть? Что понтоваться-то? О, у вас, чем вы занимаетесь какой-то, может быть, бизнес? Ну, бизнес, да. Нельзя говорить про него. Ну, а зачем я должен говорить? Ну, у меня много разных тем. Ну, не знаю, может, машина дорогая у вас там, есть какая-нибудь там жилье, здесь жилье многие понтуют. Ну, ее, конечно, мне на баррюхи, машина сейчас, водитель подъедет за мной. А что нужно-то? Зачем это интервью? Понтоваться просто, типа, что, знаете, показать, что, типа, все хорошо у вас в Москве. Нет, у меня сейчас нет, ребят, времени нет на вас, в эту ерунду всякую. Говори, сейчас водила приедет за мной, я делам... Блин, бутан, хорош пиздеть, а. Нам еще, блять, всю кучу венту разгребать. Погнали, а. Блин, Ильдар, нахер ты это делаешь, а? Ну, Москва. А можно чуть-чуть с вами пообщаться? Чуть-чуть, не, ну, только вы сидите, вы будете сидеть. Я чуть, оп. Я Руслан, как вас зовут? Меня зовут Богдана. Богдана, красивое имя. Снимаем на ютуб, у нас миллион подписчиков, полтора в тиктоке, 250 в инстаграме, 200 на ютубе. Знаете, почему я так говорю? Почему? Потому что у нас выпуск про понты. Мы сегодня понтуемся. Вы вообще любите понтоваться? Нет. Нет? Скромница. Не, ну, мне даже надо, мне кажется, тоже выпендриться. Вот давай вспомним, когда ты после раз выпендрилась. Я работаю официантом, и вот сейчас был мой самый первый большой чай. Я заработала 68 тысяч чая. Да. Это типа за... За смену, да. Вот этим можно понтануться. Понтоваться, где я работать не буду, а то все туда прибегут. В личной жизни что у тебя происходит? Ничего. Меня не любят. Кого из популярных людей, может быть, ты лично знаешь или видела, сфоткалась с кем-то? Ну, опять же, это все из-за того, что я работала официантом. Ну, с Гасанова я обслуживала, вот эти вот... Гультейн. Да. Сегодня, кстати, уже есть человек, который понтовался. Да? Но я этим не не хотела бы понтоваться. По шмоткам давай, какая это самая дорогая шмотка у тебя? Ааа, это не про меня. Да нет. Ну, айфоны по стандарту давай, айфоны. Ага, я покупала их сама. Вот, понтануться, девушка. Это понт, конечно, понтануться. Сколько тебе лет, если можно? 23. 23. 23, сама купила айфон, чего добились вы? Ну, между прочим, все свои айфоны. Все, у тебя еще не один айфон был. У тебя сейчас, сколько их сейчас у тебя одновременно? 10? Одновременно два. А что еще я делаю в жизни? Нужно просто быть честным и поменьше понтоваться. Тебе нравится твоя внешность? Да, да. Или ты смотришь на себя в зеркало, еще бы эти 200 граммов? Да нет, ну посмотрите, как тут можно... Так, что-то этим не понтуешься, вот так вот, все, покажи себя, ты и есть понт. Мне нужна твоя помощь, на меня в инсте подписан Баста. Я ему написал три раза, он прочитал и не ответил. Так, Василий, ну-ка быстренько отпеть Руслан. По-братски. По-братски. Или Богдан на тебя найдет. Я пойду работать к тебе в ресторан. Все. У меня в ТикТоке полтора миллиона подписчиков, в Инстаграме 250 тысяч, в Ютубе 220 тысяч подписчиков, в ВК 20 тысяч подписчиков. Агалочки есть в инсте? В инсте нету. А у меня есть. Вот, и вы как раз и поняли, почему я, собственно, это и говорил, тематика нашей выпуска – понты. В Москве вообще принято понтоваться. Вообще, как вы считаете, нужно ли надо понтоваться? Ну, иногда, я думаю, необходимо. Необходимо. Что думаешь? Да. Давай, когда ты последний раз понтовался? Ты вообще не понтовался. Я никогда не понтовался. Стоишь, смотри, на фоне своей же тачки стоишь. Втроем был у тебя? Втроем? Да. Что втроем? Ну, какой-то бизнес я имею в виду. Конечно, был. Как тебя зовут? Леха. Леха, понтуйся. Я, короче, артист. У меня есть трек «Дикая львица», знаешь, такой «Дикая львица». Ты моя мировой хит, короче, больше трех миллиардов просмотров в Ютубе. Сколько было народу максимум в моменте, когда ты выступал? 150 тысяч человек. Кстати, в Москве было, да. Это было где конкретно? Это был митинг, да? Это был... Ну, по факту. Спасибо, что топишь наш интервью. По факту. Давай анонсы. Как там обычно артисты спрашивают? Какие планы? У меня трек выходит 2 июня, завтра ночью. Это видео где-то будет через год смонтировано. А, ну тогда он уже вышел, короче. Называется «Спасибо за сына», но я написал... Такой же есть уже, боярский же придумал. Спасибо за сына и за дочь. Ну, я сплагиатил. Кусочек, отрывок, что мы проверили. Знаешь, любой может в Москве говорить, я артист, у меня галочка. Родная, ты подарила мне смысл, спасибо за сына. Каждую ночь я молюсь за него перед сном небеса. Продолжай, давай, ты же знаешь, что это? На блоке не читают блока. Пацанам по паре грамм, где плопки с бошками, за войнами. Кто-то брата потерял, а кто-то пару лет в колонии. Лучше волкам выйдь на воле, жизнь с понятиями правильными и не более. Не нужен гелик матовый мне. Если рядом с братом, если лада катана. Я же тоже хочу понтоваться. На меня подписан баста в инсте. Ничего себе. Я ему написал три раза в директ, он прочитал, не ответил. Вася, дорогой, пожалуйста, ответь. Руссо, он еще ждет, каждый день страдает, плачет по ночам. Поэтому в директе ему просто хотя бы смайлик какой-нибудь. Хотя бы дикпик. Хотя бы, да. Так, давай. Вася, Баса, Вакуленко, по-братски. Можешь ответить парню? Бомбовый пацан. О, мы поменяли фон. Вот, только сейчас мы начинаем понтать. Наша приехала, бля. Снимаем сегодня про понты. Вот вы, как вы считаете, вообще нужно ли надо понтоваться? Ну, иногда нужно. Да? Вот вы часто это делаете? Нет. Чем вы занимаетесь? Я занимаюсь поставками продуктов питания в рестораны. Где мы разделываем тунца. Там, сегодня вот у нас там вместе проект с Асута Мадры, там Баста выступает. Мы там тунца везем. Баста выступает? Да, в Асута Мадры. Вы не поверите, как вы в тему? На меня в инстаграме подписан Баста. Я ему три раза писал, он прочитал и ни разу не ответил. Вася, ответь, пожалуйста. Руслану. Руслану. Три правила вашей жизни. Как оставаться ярким, веселым? Честность, верить в то, что ты делаешь и любить то, что ты делаешь. Главное, это любовь. У вас есть любовь? Мы на личную жизнь потихоньку переходим. Да. Признаетесь любви прямо сейчас? Настенька, я тебя очень люблю. Спасибо тебе огромное за наших пятерых фантастических детей. Ах, и вот, вот он главный понт. Пять детей. Пять детей. Сколько еще? Подождите, если пять, это значит, вы уже как наркоман, вы не можете остановиться. Достаточно. Можно, пожалуйста, мы на секундочку вас вот украдем, на минуту буквально? Знаете, сколько стоит минута в Москве? Мы вот из Калининграда вообще приехали. С Калининграда? Да, как вы относитесь вообще к Калининград? Калининград, это ближе к Европе, наверное. Ну, слушайте, если это где-то под Парижем, то окей, я буду продолжать с вами диалог. Рабочая сторона у вас, мы как бы правильно встали сейчас, может быть, надо было поменять просто для вас? У меня, если что, нет рабочих сторон вообще, я не работаю, поэтому сторон у меня рабочих нет. Мы сегодня говорим про понты, вообще как относитесь к понтам? Ну, я считаю, что понтуются только недалекие люди, какие-то неуспешные, а тот, кто добился реальных успехов в жизни, да, ну, как я, я не понтую себе, просто говорю, да. Ну, что вот у меня сумка, да, Louis Vuitton, она стоит 200 тысяч рублей, да, айфон, у меня их три в сумке, как бы, да, платье Louis Vuitton, сапоги Balenciaga, ну, в принципе, у меня где-то лук сегодня на миллион, а вот браслеты у меня, Cartier, тоже все сама. Ну, вообще, как бы понтоваться считаете? Louis Vuitton, да, ну, вы это можете не вырезать, Louis Vuitton серьги, я их забыла, кстати, надеть. Да, ну, чтобы прям вообще всем было видно, что вы не понтуете. Ну, нет, я не понтуюсь вообще. О, кстати, вопрос, мы сегодня никому не задавали, как вы считаете, Москва резиновая или нет? Слушайте, я считаю, Москва, она вообще не резиновая, и хватит сюда приезжать, да, с Калининграда. Москва, она для элиты, и нужно это тоже записать. Вы, кстати, в федеральный канал или нет? Я бы сделала так, чтобы Москва, это был отдельный город, ну, как Монако, да, как отдельное государство. Княжество. Княжество. Тут даже, по-моему, князь есть. Князь Монако? Князь Владимир. Князь Владимир, да, вот, вот. Это тоже не вырезать? Ну, это там как хотите, но вот суть-то уловите мою, да, от умной женщины, то, что пусть Москва это будет отдельное государство. То есть у кого есть деньги, тот должен сюда приезжать, и это как бы должно быть огорожено, я считаю, даже охраной. То есть из Калининграда, из вот этих городов, которые там, ну, за МКАДом, да, мы должны держать марку нашего города, нашей столицы, моей Москвы. А вы вообще сами из Москвы, да, я так понимаю? Ну, я в Москве уже год живу, я коренная москвичка, можно сказать, все здесь знаю, да. Классно, спасибо, наверное, большое. Я как раз, я думаю, на этом интере мы, наверное, можем закончить, я уже максимально опущен просто здесь, в этом. Все, извините, что мы потратили. Я вас опустила, я не хотела это делать, простите, пожалуйста. Вы не проходили автобусную остановку где-то здесь? Мы же не местные, мы же из МКАД, мне кажется, где-то вот справа, наверное, там где-то будет остановка. 315-й там? По-моему, да, там было написано. А, все, направо, да? Да. К сожалению, этот понтовый выпуск подходит к концу, обязательно в комментариях понтонитесь, 100%. Сегодня нас узнало ровно один человек, но неплохо, мы растем. Поэтому мы, наверное, знаете что, мы, наверное, будем потихоньку уже в Москву перебираться. Хватит уже, засиделись мы там. Это была Москва, это я, подписывайтесь, ставьте колокольчики, похавайте, помойте руки, это все очень полезно. А, и спасибо огромной Яше, человеку, который вообще заставил меня снимать выпуск, это Яша. Я на него тоже ссылку оставлю, кому нужно будет видео снять в Москве. Все. Пока. Ага, продолжаем выпуск. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok